Тёплые плотные шали, ажурные паутинки и нежные палантины. Всё это можно было увидеть на конкурсе, организованном в Доме культуры села Мурапталово. Представленные работы рассказывали о большом мастерстве башкирских пуховизальщиц. Кроме шали, на выставке можно было увидеть носочки, варежки, вязаные игрушки, изделия ковроткачества. Узоры на работах каждый создавал, полагаясь на свой опыт и фантазию. Своя работа представила и Маврида Максютова из села Таймасово. В 2008-м она стала дипломантом второй степени в республиканском конкурсе. В 2010-м завоевала гран-при в районном конкурсе «Куиргазинские узоры». Вязанием она увлекается с 4-го класса. Сегодня опытная вязальщица в составе жюри. До тех пор я вяжу шаль, и, наверное, это моё самое дорогое хобби, которое я делаю. Сейчас уже пенсию получаю, это для души. Выставки участниц завораживали взгляд зрителей. Желающие могли даже примерить представленные вещи. С годами такой товар не теряет своей актуальности, говорят рукодельницы. В холодную зиму старшие поколения носят шали как головной убор, помоложе дамы используют её как палантин. Такая вещь не только тёплая, но и оригинальна. Здесь можно было увидеть и весь процесс обработки пуха до вязания. Для гостей и члена жюри мастерицы подготовили и яркие презентации. Это были пословицы и поговорки, народные приметы и песни. Всего в конкурсе приняли участие 6 команд. Это рукодельницы из Таймасова, Павловки, Зяки-Шметова, Мурабталова и Бахмута. Не остались в стороне и мастерицы Оренбургской области. Таким образом, мероприятие вышло на межрегиональный уровень, отметил в своём приветственном слове заместитель главы администрации района Люция Хамитова. Она поблагодарила рукодельниц за участие и пожелала им успешного выступления. Следующий этап состязания – это вязание орнамента на время. В конкурсе участвует 6 человек. За короткий отрезок времени они должны были связать качественные изделия. Пока мастерицы выполняли задания, на сцене своё мастерство демонстрировали творческие коллективы. Это были фольклорные номера башкирского, татарского, русского и чувашского народов. Своим мастерством зрители и жюри поразили все участники. По итогам конкурса команда села Мурабталова получила высокую оценку жюри по оформлению выставки и представлению фольклорного номера. По мастерству вязания на первом месте команда Оренбургской области. Оренбургской области.